И теперь после обработки икроножных мочиц мы переходим к нашим стопам, а точнее не нашим стопам пациента, но это немаловажная часть ноги, так как вы знаете, что там очень много акупунктурных точек, и поэтому мы сейчас их будем прорабатывать где-то мягко, где-то жестко. Вот смотрите, сразу видите, я поставил ногу вертикально для того, чтобы наша лимфа продолжала, опять не наша, лимфа нашего, подопечного, продолжала стекать вниз, да, и мы ей помогаем, мы дополнительно ее протаскиваем, проталкиваем, проводим вниз пальчиками с этой стороны, с этой стороны, обходя вот эти вот косточки, лодыжки, да, проводим вниз. И если у нас маслом, вот мы работали с этой стороны, да, масла нам нужно было достаточно, а с этой стороны не хватает, да, особенно если у человека достаточно волосной покров большой, тогда можно это масло где взять? Не бегать там куда-то к столу, да, а снять его со своего же собственного локтя. Берем локтем, вот так вот, оттираем, и как бы смазываем масло. Или заранее мы нанесли его побольше на стопу, со стопы его снимаем и растираем вот здесь. Нога получилась достаточно смазана, да, мы с силой проходим по этим мышцам, вдоль косточки, продавливаем с обеих сторон мышцы, и далее делаем такое упражнение, как бы нам надо постараться отжать эти мышцы от костей, продавить их туда, как бы оторвать их, даже можно так сказать, от костей. Делаем это следующим способом, во-первых, всей ладонью, то есть нижней частью ладони пальцами мы придерживаем просто, да, со стороны, внутренней стороны кости, а с наружной стороны вот так вот ладонью, даже, видите, вот даже мои пальцы, они практически не задействованы, отодвигаем, такой способ. Потом можно встать с этой стороны, можно ногу положить на плечо, например, вперед шеста, можно просто оставить ее вертикально. И двумя руками, вот мы видим, продавливаем, прожимаем, отрывая от костей эти мышцы. Опять же, наши все движения, как вы заметили, идут снизу вверх, ну, снизу человека, вверх его корпуса, вы это имеете в виду. Прожали так, да, даже можно обоими локтями то же самое сделать, да. Можно сделать это пальцами, когда мы делаем прищепку такую вот из двух наших пальцев с этой стороны напротив большого пальца. Вот так вот прищепкой мы сжимаем, но в данном случае мы, сейчас покажу, мы как бы мышцу уже сжимаем, то есть наоборот вот так вот пытаемся вот этой прищепочкой сдвинуть. И опять же, идем сверху вниз, вот так вот немножко под углом у нас движение получается, не перпендикулярно ноге, да, а под углом вниз, вот так вот силой это делаем. Те, кто занимаются спортом, они вот очень любят этот прием, потому что икры часто забиты, вот особенно спереди, вот эти вот передние мышцы, да, и им даже вот нравится, приятно, когда их вот так вот изжмут, так как говорят, приятная боль. Сразу же переходим к вот этому месту сочленения лодыжки и костей стопы. Дело акупунктурное, такие зоны обрабатывая. Вот в этой зоне, где сгиб идет, да, находится мышцеполовая система человека, мы ее разогреваем очень резко, энергично, вот такими движениями. Вот этим же самым местом, с того, что мы делали, например, здесь, если помните, да, разогреваем. Дальше за половую сферу человека отвечают точки, находящиеся вот здесь, над косточкой, да, и с этой, и с этой стороны одновременно. Поэтому мы делаем такую подковку, подкову из пальцев, самых длинных, ну, из каких у вас получится, да, ставлю на обе точки и массирую их вот так вот, не касаясь практически пятки. Пятка, в данном случае, она нам не нужна. Промассировали их и схватили за пятку. Теперь мы переходим непосредственно к подошве стопы. Поскольку человек довольно давно лежал, у него уже пальчики остыли, да, не забываем их согреть. Просто растираем любыми способами, как вам удобнее. Вот так, вот так. Вот так. Согреваем их. Согреваем всю стопу, постукиваниями, похлопываниями. Ну, в данном случае, похлопывания также относятся к лануальной нашим техникам, поэтому до того, как мы будем ей хрустеть, нам надо ее еще постучать кулачком. Первый раз стучим, это вот такой легкая. Легко, легко этот кулачок идет, он полностью не зажат. Так, видите, при этом эта рука только поддерживает. Ничего мы так жестко не держим рукой, а только поддерживаем, чтобы, сам говоря, на стоп не упал. Простучали. Вообще по пяточкам полезно стучать, когда нога прямая. По-друге надо вот выпрямить и вот так вот простучать. Это также очень хорошо стимулирует половую систему человека и также для мужчин полезно для лечения предстательной железы. Именно прямая нога, понимаете? А сейчас мы немножко для других целей это простукиваем. Дальше пальчиками. Чтобы был такой звук, как трещотка. Стоит, да? Ладонями. Такую вот вакуумную ладонь. Помните, что мы делали? Вот ей тоже. Так вот прохлопываем. И все, отводим опять вниз. Вообще, конечно, ноги у людей бывают разные. У кого-то там из заусенцы, и подагра, и мозоли, и просто вонючие бывают и так далее. Это нам, как специалистам, как лекарям, не должно никак мешать. Мы должны немножко абстрагироваться от этих вот внешних признаков. И потому что мы несем людям здоровье, благо, добро, да? Просто я предлагаю воспринимать, ну, вот эту ногу, как саксофон. Мы практически становимся музыкантами тела человека. Мы играем на этом саксофоне, нажимая определенные кнопочки, извлекая музыку тела, извлекая такую пользу. Практически вот тут мы нажимали, да, на кнопочки. Вот здесь вот нажимали. Ну, в общем, поэтическое такое настроение, оно помогает быстрее справиться с этой ситуацией. Ну, единственное, что не надо в рот брать и играть. Все-таки дизентерия, инфекция никто не отменял. Так, ну, это шутка была, конечно. Далее, смотрите, мы уже разогрели ногу, но продолжаем разогревать ее, дальше захватив всю стопу крепко уже. В данном случае мы крепко хватаем рукой, противоположно, если мы до этого били вот этой рукой, да, а эта рука придерживала, то мы меняем руки. Это придерживает, да, а это крутит ногу. Стопу мы крутим сначала в одну сторону. Быстро, энергично. Если человек при этом напрягается или сопротивляется, спросите у него, у тебя, может быть, был перелом, может быть, где-то больно, может быть, где-то растяжение, может быть, что-то еще, тогда, конечно, не нужно будет таких активных движений. Нигде не болит? Нет. Все, тогда продолжайте в обратную сторону. И захват может быть какой? Вот смотрите, я пальцы, видите, как захватил? Для чего? Во-первых, я их согреваю своей ладонью, да, в серединках ладоней. Во-вторых, я их немножко натягиваю вниз. Можно захват сделать вот такой, в обратную сторону. И даже в этот момент пальчики могут хрустнуть. Ну, у нас цель какая? Смотрите, сначала мы схватили вот здесь, где, ну, всю стопу покрутили, да. Причем, чтобы крутилась пятка, заметьте, я ставлю на нее палец, да. Вот, то есть я кручу всю стопу целиком вместе с пяткой. Когда вы в пинг-понг играете, ракетка, да, вы там тоже палец вставляете, чтобы держать полотно этой ракетки, да, чтобы она целиком в вашей руке слушалась. То есть так же здесь примерно тот же самый способ, чтобы целиком держала, вы пальцем придерживаете. При этом, сначала мы работаем со всей стопой, дальше будем работать по кусочкам. Переносим руку вверх и захватываем то место, где стопа соединяется с геленостопом, да. Выбираем палец и захватываем отдельно. Отдельно стопу, то есть пальчики от пятки. Переносим дальше, продолжаем держать стопу, но уже хватаем пятку и раскручиваем относительно пятки. То есть у нас пятка отдельно ходит, стопа отдельно. Относительно ее раскручиваем. Переходим дальше и эту руку тоже переносим, разделяя стопу, как бы вот все пальцы отдельно, кроме большого пальца, да. И мы раскручиваем косточки большого пальца. Переходим дальше и сам большой палец непосредственно крутим. Переходим дальше, захватом большого пальца, вот таким захватом. Вот так, да. Вот он как бы в наше кольцо крепко попал, да, вот в это. И за счет того, что он немножко загибается, вот так, да, кольцо достаточно плотное. Оно не вырвется, даже если у вас руки очень масляные, все равно не вырвется. Вы растягиваете его, пытаетесь вытянуть. Часто бывает щелчок в этот момент. То же самое теперь проделываем быстренько с остальными пальчиками. Потом встаем вот так вот, да, и растягиваем, продолжаем разводить пальцы в сторону, друг от друга. Наша задача, как будто бы их оторвать друг от дружки. И с этой стороны стопы, и с этой стороны стопы. И вот теперь мы переходим к хрусту. Жестко закрепив вот тут вот пальцы свои. Это практически вот такая достаточно большая кость вдоль, ну, от мизинцев она идет. Здесь тоже точка экупунктурная. Их можно прожать несколько раз вот так вот, да, продавить. А потом за них захватиться крепко. А другую половинку захватим с этой стороны. И делаем поворот стопы внутрь тела человека. Вот так. Видите, я прям плечами делаю, я это делаю с силой. Бывает хруст у кого-то, у кого-то не бывает хруст, это тоже нормально. Вы поймите, тут не сама цель хрустнуть. Просто мы растягиваем суставы. Теперь берем ногу вот так вот в замок. Прямо плотно замок, да, и скручиваем в другую сторону. Видите, я кручу не руками, я кручу плечами. Мои локти друг на против друга очень сильный захват. Даже несмотря на то, что у меня большие мышцы, я все равно кручу не мышцами своими, да, а я кручу именно корпусом тела. Раз. Теперь делаем захват. Сразу же рука переползает под пятку, да, а эта рука натягивает всю стопу на себя. Мы растягиваем переднюю мышцу, да, чтобы стопа была как у балерины. В этот момент также можно пропустить всеми пальцами, либо просто потом, ну, это жестко. Если вы так будете хрустить, это жестко. Поэтому я предлагаю обойти с этой стороны, и каждый пальчик так мягко, любовно понажимать на него с трех-четырех сторон косточки. То есть вот у вас, если кость пальца идет, да, то вы с этой стороны нажали, с этой стороны и с этой стороны. Вот каждый пальчик так пронажимали быстренько. Кто-то хрустнул, кто-то не хрустнул. Не сама цель. Ну, а теперь в обратную сторону. Натянули вот тут сухожилие, да, потом стопу вниз, не натянули сухожилие ахиллова уже здесь. И здесь мы продолжаем его согревать достаточно быстро, энергично. Но, если видите, мои движения также направлены по телу человека снизу вверх. То есть мы также продолжаем работать с лимфой, помогая ей слиться, скатиться вниз. Проработали, да. И тут же наша рука встает в лапу леопарда, да. Только мы теперь уже работаем внутренне нашими костяшками, отрывая ткани пятки, мышцы пятки, да, от ее самой косточки. Пытаемся их отодрать, оторвать. Это очень хорошая стимуляция и самой пятки, и нервные окончания там проходят, и чтобы не было шпор. А потом продолжаем пальчиками также отрывать пяточку, прорабатывая вот всю ее последовательную вот так вот, точечками. Так же вот кольцо такое делаем, да, и сжимаем ее вокруг пятки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И мы уже развернулись. Вот, замесили, если до этого я стал вот так вот, я по ходу движения уже перешел на другую ногу. Развернулись, и можем уже работать непосредственно с точками акупунктурного стапу. Ну, во-первых, можно их сильно разогреть вот таким движением. И тоже, видите, я его делаю от кончиков пальцев к пятке. То есть от кончиков пальцев я днем туда. Помните, я говорил про области, да? Если тут области, которые мы проходили, были последовательно в обратную сторону, достаточно большие, да, ягодицы, бедро, икра, то тут у нас области получаются меньше. Пятка, ну, сначала было сухожилие, потом пятка, потом средняя часть стопы, теперь верхняя часть стопы, тоже вот так ее, да, сюда вниз, потом пальчики. Все области потихонечку вот так вот мы проходим, гоня лимфу, прогоняя ее выше, лимфовводящим протоком. Провели так, теперь большими пальцами проминаем всю стопу. Опять же, разводя, как бы, кости пальцев в стороны, отбегая их друг от друга. Вот здесь, по такому вот прямому угольнику, находится кишечник. Толстый БУПП, вот так вот, тонкий кишечник здесь. Тут вот, значит, половые органы, почки. Ну, все подробно узнать не надо, эти схемы я вам покажу, через интернет вам могу выслать. То есть, просто проминаете каждую точечку, как бы рисуя такую сеточку. Вот так несколько полосок, и вот так несколько полосок. То есть, вот вы их проймели, прожали, да. Очень много точек находится вот здесь. Также их проминаете, где загиб идет стопы, да. И точки находятся непосредственно на самих пальцах. Тут тоже нажимаете, проминаете. Точек очень много. Они с этой стороны на ногтях есть, и с боков пальцев. Ну, их вообще везде. Их все знать невозможно, и в данном случае у нас нет такой цели. У нас есть для этого курс точечного массажа и массажа стоп. Отдельно на него подписывайтесь, заходите, ищите, смотрите, когда у нас будет расписание. Сейчас у нас другая цель, мы просто быстренько разрабатываем стопу человека. Здесь вот находятся точки позвоночника. То есть, вот с этой стороны получается крестец, пошел вот поясница, грудной отдел, да. Вот он переходит сюда в шейный отдел. Можно его подробно, да, прожать. То есть, мы еще раз стимулируем позвоночник человека. А можно вот так вот с косточками быстро его согреть. Позвоночник. Чувствуешь, как позвоночник греется? И перейти на слот стопы верхней, да. Также теми же косточками, костяшками пальцев продвигаю я по каналам, стараюсь между косточками пройтись вниз. То есть, видите, мои движения вниз, вниз, вниз идут. Завожу пальцы вот сюда и делаю, как бы, такую резиночку для стопы. Вот он висит на вот этих вот, на перепонках. На перепонках моих рук. Такое представление, как будто, знаете, есть такие микрофоны профессиональные, когда они висят на паутинке, на резиночке таких. На резиночках. Вот я, как бы, так мягко придерживаю пяточку. И нога, видите, немножко приподнимает от стола. Вот мы потрясли ее, расслабили, попружинили. Очень сильно расслабляет эту стопу. Проверить это можно тем, что если мы возьмем за пятку, да, начнем качать, вся стопа расслаблена, мышцы у нее входят в ходуном. Или вот за вот эту часть дополнительно берем и протрясаем, расслабляем. И в заключении нашей работы с ногами мы делаем еще такие дополнительные мануальные упражнения, когда устанавливаем протислида, потом устанавливаем руку непосредственно на сгибе колена, прямо глубоко в колено, как будто бы с той стороны. Эту руку переносим на голе и резко нажимаем вот так. Вот это может быть хруст. Был, да? В общем, это мы вправляем колено, мениски ставим на место. Далее руку передвигаем повыше, наклоняем, а эту руку передвигаем на стопу. И движение делаем уже стопой вверх. Ну, как бы стараемся стопу отодвинуть от костей самой голени, да? Получается хруст вот здесь. Далее берем ногу, раскручиваем пятку. Продолжаем ее расключивать, расслабляя, да? Захват делаем и стараемся прислонить пятку к противоположной ягодице. У здорового человека это все легко должно получаться нормально. Потом меняем руки вот так вот, переходим вот в сторону. И разворачивая пятку уже сюда, наружу, стараемся ее опустить до бедренной косточки, да? Если не опускается, через силу прям не надо давить. Вот докуда может человек, да? Просто стимулируем в данном случае, докуда оно получается. Здесь, здесь, здесь. Вот в таких точках. Вытягиваем ногу. И в заключении, поскольку она уже вся разогрелась, да? Просто простукиваем все мышцы в середине, ноги сбоку, провибрировали. Вот эти вибрации я предлагаю сделать уже в обратную сторону. Просто для облегчения того напряжения, которое мы давали до этого ноге. Или взяли и протрясли ее. Потрясли, протрясли во все стороны. И все, отпустили. После этого, конечно, надо накрыть обработанную ногу и перейти к тем участкам тела, которые у нас необработаны. Следующие, по нашему описанию, для работы с телом человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...